Хэй, привет! Меня зовут Кристина Каспий, я блогер-иллюстратор и я обожаю куклы. Не в том смысле, что я с ними как-то играю... У-у-у, устраиваем переодевашки, пока смот! Туц-туц-туц-туц! Нет-нет-нет, всё немножко по-другому. Мне нравятся куклы как предметы искусства. Они очень сильно вдохновляют и приносят радость просто одним лишь своим видом. То есть, смотря на них, я испытываю эстетическое удовольствие. И в этом видео я хочу вам показать свою личную коллекцию кукол, благодаря которым я становлюсь счастливой. Начнём с того, что коллекционером я стала недавно. Вот в данный момент в моей коллекции 36 куколок. Буквально на прошлой неделе я потратила на половину этого добра, внимание, 25 тысяч рублей. Да, это безумно дорого. Я сама в шоке, ребят, вот серьёзно. Я планировала максимум 10 тысяч, ну, край 12 вложить во всё это, но никак не 25. Я не знаю, как это получилось, но я ничуть не жалею. Я чувствую себя счастливым человеком. Моя коллекция состоит в основном из кукол Барби, кукол Братс и диснеевских принцесс. У меня пока нет полки и шкафа, чтобы всё это добро куда-то поставить. Поэтому придётся делать обзор прямо тут на кухонном столе. Но, я думаю, ничего страшного. Начнём мы, пожалуй, обзор с Барби Биэмар 1959. Каждая куколка этой линейки находится в крафтовой коробке. И на коробке присутствует иллюстрация того персонажа, который вас ожидает внутри. Я ранее не видела такого креативного оформления у Барби, что даже сама упаковка выглядит как некое произведение искусства. Ну что, будем всех откреплять. Щёлк, 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 щёлк. Вы можете видеть две куклы из первой волны Биэмар и полностью всю вторую волну. Изначально я планировала приобрести только 2-3 штучки из этой коллекции, но меня мама надоумила, что если уж я собираю, то нужно брать всех. И действительно, при детальном рассмотрении понимаешь, что они все безумно классные. У каждой куклы тело супер шарнирное. Мне ранее не доводилось даже в руках держать такие модели. Сгибаются ножки, ручки и даже кисти рук, что куклам можно придавать множество разных поз. Среди всех гламурных дам можно заметить одного рыжего Кена. Я его приобрела именно потому, что он рыженький. Ну и ещё у него губы накрашены помадой с такими лёгкими блёсками, что это просто не может не радовать. Помимо того, что они супер шарнирные, у них ещё и совершенно разные тела. Например, вот эта азиатка, она просто мега высокая, с длиннющими ногами и крутыми прозрачными ботфортами. А вот эта афроамериканка наоборот миниатюрная девочка и она кажется ниже всех. Вдобавок, кто-то попухлее и пошире, а кто-то поуже и постройнее. Все совершенно разные, со своими шикарными аутфитами. На мой взгляд, вся эта линейка смотрится чудесно, когда они все вместе. Каждая кукла со своим внешним видом и стилем дополняет другую. И пока я очень долго монтировала этот ролик, ко мне уже успели прийти ещё две Барби из первой волны. Девочка с косичками, её сложно найти по адекватной цене сейчас, потому что в наличии в магазинах этой куклы практически нигде нет. И ещё пришла супер красотка-блондинка с кудряшками. Открепляем. Щёлк-щёлк-щёлк. Выглядят они само собой стильно, модно, молодёжно и никак иначе. И по росту разные совершенно, одна выше другой чуть ли не на голову. У Барби-блондинки очень миловидная личика с естественным макияжем. Я думала купить только её и ранее не было в планах покупать практически всю линейку BMR. А в итоге получилось так, что свою главную основную любимицу я приобрела практически самый последний. Боже мой, какие они всё-таки чертовски классные. Вот смотрю, любуюсь и душа прям радуется, не нарадуется. Ох, такая красота. На этой прекрасной ноте я завершаю показ BMR и мы переходим к следующим. Барби, к Барби Экстра. В этой линейке 5 кукол и я скупила всю линейку за раз. Именно так я пошла в магазин, сгребла с полки всех Барби этой линейки к себе в корзинку и пошла прямиком на кассу. Вот так они мне понравились. На самом деле, как обычно, я планировала купить только блондинку, афроамериканку и девочку с цветными косами. Но опять же, моя мама сказала, что бери их всех и азиатку, и вот эту синеволосую девчулю. Они же все классные, ты просто присмотрись к ним получше. Все именно так и было, и я действительно не пожалела, что купила их. При детальном рассмотрении понимаешь, что в каждой есть своя изюминка. Коробки оформлены безумно круто, но больше не как коллекционные, а как игровые игрушки. Мне еще понравились иллюстрации и самоподача этих иллюстраций. Когда все коробки стоят вместе, с одной стороны можно увидеть арты с девочками, с каждой Барби. Они все яркие, насыщенные, рисовка очень приятная. А с другой стороны коробки находятся арты с питомцами Барби, которые тоже идут в комплекте. Это три собачки, кошечка и поросенок-единорог. Вы меня, конечно, извините, но мы посмотрим этих кукол только в коробках. Я их не планирую пока что открывать, потому что ставить мне их некуда и у меня нет полок и шкафа. У кукол прекрасные аутфиты, а одежда хоть и у каждого разная и супер яркая, но в целом смотрится очень органично. У каждой Барби присутствует множество аксессуаров, очки, сережки, бусы, скейтборды, те же животные. Что чем больше я их рассматриваю, тем сильнее мне все хочется их открыть. Господи, наконец-то! Но придется потерпеть. Все, ладно, на этом я завершаю показ линейки Барби Экстра, чтобы они меня не соблазняли. Итак, все то, что было ранее, это были новые куклы, которые были в коробках только-только купленные. А теперь пора показать вам моих стареньких кукол, которых я купила с рук или которые шли из моего детства, которые дали толчок к моему коллекционированию. Это венец моей коллекции. Барби Рапунцель, свадебная версия 2005 года. У нее даже до сих пор работает корона, вы представляете? Горит с синеньким огонечком. Она безумно красивая, у нее очень длинные волосы и прям непередаваемая красота. А это Барби Анна Луиза из мультфильма про Барби, принцесса и нещенка 2004 года. Этих двух прекрасных Барби я буквально на днях купила на Авито и мне безумно повезло, потому что за каждую я заплатила 1200 рублей. Но сейчас каждая новая такая кукла стоит от 10 тысяч рублей и больше, потому что они очень редкие и их сложно найти, если находишь, то в основном только за рубежом. В России их практически нет. Анна Луиза пришла ко мне с растрепанными волосами и без короны, поэтому мне пришлось самостоятельно закручивать ей волосы с помощью коктейльных трубочек и заколок. И еще я сама вручную попыталась сделать ей корону из горячего пластика и блестяшек. Это был мой первый опыт по созданию каких-то мелких аксессуаров, поэтому корона получилась олеповатой и кривой, но зато сделана с любовью и как временная замена весьма приемлема. Камера не передает, но эти две куклы, они в жизни выглядят просто сказочно. Они безумно красивые и очень качественные. Вот прям вот я вам от чистого сердца говорю, что они шикарные. А вот это, вот это две Барби из серии Фэшинистас. Афроамериканка с пышной прической и Барби с короткой светлой стрижкой. Голова у нее мягонькая-мягонькая, на ощупь очень приятная. Я их приобрела в 2019 году, когда случайно заглянула в детский мир и подумала, ну а почему бы и нет, стоят недорого и выглядят круто. Поэтому взяла. Они не фавориты моей коллекции, но типа пусть будут. Далее идут две Барби Кали Герл, которые очень загорелые и пахнут кокосом. Я их до безумия люблю, ибо они были куплены моей мамой примерно 12-15 лет назад. У Барби начало 2000-х очень такой приятный макияж и в целом приятные лица. Видно, что все было тогда сделано с душой. И что удивительно, спустя столько лет у меня даже сохранились их прозрачные очки, которые шли в комплекте. И напоследок остались Барби 90-х, которые были в моем детстве, и я даже с ними активно играла, когда была ребенком. При всем при этом они сохранились в отличном качестве. Кен в оригинальном аутфите, у него борода появляется и исчезает, в зависимости от окружающей температуры. Вот такой он магический. Кукла-пупсик Келли, тоже в оригинальном аутфите, это якобы младшая сестра Барби. И две простенькие Паулы, я не знаю даже, что это за бренд. Какие-то не левочковые, это не Мотел. Дальше идет шарнирная Барби-спортсменка и Барби-русалка из 90-х. Они просто бомбезные, но к большому сожалению, их оригинальные наряды не сохранились. Шарнирная Барби одета в самодельное пышное платье, которое на ней идеально сидит. А Барби-русалка одета в зимнее платье с накидкой. Этот наряд либо сделан швеей на заказ лет так 20-25 назад, либо продавался отдельно в каком-нибудь комплекте с нарядами Барби. Я не знаю откуда этот аутфит, потому что выглядит он очень качественно, прям видно тонкая работа. Вот так завершается моя коллекция Барби на данный момент. Она будет пополняться, само собой, но уже выглядит весьма так масштабно, когда они все вместе. Так, подождите, видео же еще не закончилось. Ой, я же не только Барби собираю, давайте смотреть другие куклы. Братс. Это мои любимые куклы Братс, и их аж 9 штук. Два моднявых брутальных парня в очках, одна ляля Жасмин, один подросток Жасмин и пять девушек Братс, среди которых блондинка и четыре взрослые Жасмин. Как можно догадаться, мне в детстве нравились исключительно куклы Жасмин, поэтому брали только ее. Итак, у меня есть Жасмин-лыжница с горными лыжами, Жасмин-путешественница по сафари, одна из самых моих любимых кукол, Жасмин-ангелочек Хэллоуин, это моя самая первая Братс, я ее люблю, обожаю, потому что это ностальгия, и просто домашняя городская Жасмин. Блондинка-балерина, я не знаю, как она сюда затесалась, но она выделяется среди всех, очень у нее мягкие волосы и отличный костюм, она такая стройненькая, красивая, прям вытянутая, девочка-конфетка. Опять же, два брутальных парня в очках, лет так 10 назад мы их купили, ну, рублей за 800, наверное, сразу обоих, я не знаю, как так получилось, но они вышли очень дешево, хотя оригинальные куклы. С Братс мы закончили, еще у меня есть кукла Майсин, как она тут затерялась, я не знаю, она одна-единственная. Это что-то среднее между Барби и Братс, она тоже сохранилась в своем оригинальном мудфите, но потеряла туфельки, поэтому ножки у нее босые, хотя все сережки, все ремешочки, все осталось на месте. Вот такая губастая красавица. И мою коллекцию завершают три куклы-принцессы от Дисней, которых я купила в официальном магазине Дисней в Барселоне, когда была в Испании. Это ржеволосая принцесса Мерида, Золушка в голубом наряде и дерзкая Муана. По сравнению с другими принцессами, у Муаны довольно широкие ножки и щиколотки, что она легко стоит самостоятельно, без каких-либо подставок. У каждой принцессы настолько детализированное личико, и они все-таки миловидные, прям все в детальках, чистая проработка, на это приятно безумно смотреть. Единственное мне непонятен момент с телом. У каждой куклы руки шарнирные и сгибаются в локтях и в кистях, а вот ноги и туловище прямые, как палки, без шарниров они не сгибаются. Это, на мой взгляд, немножко странно, но в целом куклы супер, наряды у них супер, все выполнено по канону, как в мультфильмах. То есть они реально красавицы, вот прям вот по-другому не скажешь. Куклы шикарные. Вот и все, я показала вам 36 кукол, которые приносят мне счастье. И вот вся моя коллекция в сборе. Вот это все мое. Я не ожидала, что их будет так много. Кошмар их так много. Теперь многим известно, что я не только художник, но и еще коллекционер кукол. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была Кристина Каспи. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые творческие видео. Всем пока-пока, всем желаю вдохновения.